Фу, ничего не ешь. Почти неделю назад для Арчи очередная прогулка в парке едва не стала последней. Хозяйка собаки вспоминает, в тот день на улице дворняжка что-то съела, а затем ее состояние ухудшилось. Дома было все хорошо, первые 2-3 часа. Затем у него начались животные позывы. То есть он как бы кушать-кушает, но у него выходит слизь с белой пеной. Я думала, что-то он не то съел и думала, пройдет. Но боли у пса все не проходили. Тогда его отвезли в ветклинику. Там питомцу и помогли. Такие же симптомы наблюдались и у других собак, гуляющих в этой же части города. Местные собачники считают, что причиной происходящего могли стать странные красные капли на снегу. Вот видите, сегодня утром мы гуляли и снова нашли эти пятна крови. Конечно, собаке я уже успела отдернуть ее, не дали понюхать. Но вот такие по тропам, по собачьим тропам, куда мы ходим к нашей площадке, такие капли встречаются везде. А что это за капли, как вы думаете? Ну, я вот так же предполагаю, что это куриная кровь, смешанная с ядом. По рассказам местных собаководов, за последнее время только в советском районе города погибли больше 20 собак. Да, летальные были в начале месяца 5 собак на тропе здоровья за дворцом спорта. И в начале лета 22 собаки тоже там же за тропой здоровья. Мы сейчас боимся за своих собак, потому что все везде разбрызган этот яд. Боимся даже выйти из подъездов. Каждый раз все где-то по-новому и в большом количестве, и даже на площадках для собак. В августе тревогу забили в Инорсе. Там тоже массово погибли питомцы. Местные не раз видели людей, которые рассыпают в местах выгула собак порошок, похожий на крысиный яд. А год назад на глазах у демчан погибла местная любимица. Уфимцы считают, что скончалась она из-за отравления. Буквально этим летом был за руку пойман сотрудник государственной ветеринарии города Уфа, который травил бездомное животное. Да, это все есть на камерах видеонаблюдения. Как человек подъехал на забрендированном авто, как он подошел на площадку, как он бросил какую-то еду, собака съела и собака умерла. Момент, где собака бьется в конвульсиях, засняли камеры наружного наблюдения. К сожалению, помочь хвастатой не удалось. Она скончалась. А мужчина на видео, со слов зоозащитников, продолжает работу в учреждении. Уфимцы опасаются, что подобных случаев по городу может быть много. Сейчас хозяева питомцев советского района готовят коллективное обращение в прокуратуру. Ведь пока это единственный из возможных способов защитить четвероногих.